Очередное совещание у главы администрации не вызвало жарких споров о ходе отопительного сезона и даже подготовке к зиме спецавтобазы. А вот в вопросе своих же полномочий в вывозе мусора с улиц города снова запутались. Я стараюсь подключить сегодня к этой проблеме очень мощную систему ТК. Да, эти функции определённые переложили на сегодняшний день с АТК на районную администрацию. Никакие функции мы ни на кого не прикладывали, тем более на главу района администрации. Вот у нас хорошая практика в этом случае с администрацией советского района. Я думаю, что Михаилу Семеновичу тоже нужно, как вы правильно сказали, учиться в чём-то, может быть, в советской администрации. Михаил Ильич, я, извините, я не могу, я просто говорю, учиться в советской администрации, есть орден, есть рычаг, ТК. Я должен учиться в советской. А ТК надо научиться работать. В Новый год без долгов. Акцию под таким девизом, стартовавшую на этой неделе, объявили судебные приставы региона. Одним из профилактических мероприятий приставов стали рейды по квартирам должников. В большинстве случаев задолжниками являются матери-одиночки. Взяв кредит, они не успевают вовремя платить и в дальнейшем не могут вылезти из долговой ямы. Только домашний кинотеатр, да? Ну, тогда будем составлять актописи, арест на домашний кинотеатр. Океан музыки, драйва и рок-н-ролла подарил орловчанам концерт группы «Океан Эльзы» с новым альбомом «Земля». Несмотря на то, что украинских рокеров оштрафовала российская УФМС из-за отсутствия документов на разрешение работать на территории России, гастрольный тур «Океана Эльзы» не прервался ни на день. Уличные художники, танцоры брейк-данса, ролеры, скейтбордисты – все эти направления в современном искусстве объединил в себе второй тур фестиваля уличных культур, собравший порядка ста человек. Администрация города будущим летом обещала обустроить крытую площадку для тех, кто занимается экстремальными видами спорта. По задумке, находиться она будет в отремонтированном комплексе «Юбилейный» в центре городского парка.